Наши славы Тебе! Слава Царю Сыну и Святому Духу и Дыни, Христов и Григорий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови! Воскресе измертвых Христос, истинный Бог, наш по ритмаме причистит Свою Матерь, святых славных и всех важных апостолов, преподобных богоносцев отец наших, и святых отца нашего Иоанна Арктипийского, Константина Грана Затуустого, святаго Священного Мученика Анфима, епископа Никомедийского Климента, епископа Анкирского, и святые праведные Анны, Матери Пресвятые Богородицы, Олимпиады Деканисты, Евпроксии и Макария, и же и памятные несовершаемые святых праведных Богов Отец, всякие маны всех святых, помилует и спасет нас, як облак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Евангелие Матвея, 9 глава. Сегодня мы слышали, как Господь исцелил двух слепцов. Для чего Христос заставляет идти слепых за собой и просить о помиловании? А для того, чтобы и в этом случае научить нас убегать людской славы. Так как дом находился не поблизости, то Он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении. Немало также обличает это и иудеев, когда слепые будущие личины зрения приемлют веру по одному слуху, между тем, как иудеи, видя чудеса и уверяясь в действительности их собственными глазами, поступают совершенно иначе. Заметь и усердие слепых, о которых можно судить по их крику и молению. Они не просто приступили, но взывали громким голосом, ничего больше не говоря, кроме «Помилуй нас!» Сыном же Давидовым называли, потому что это казалось им почетным наименованием. Приведя слепых в дом, Христос еще спрашивает. Он большей части исцелял только по просьбе, чтобы не думали, что Он из честолюбия сам ищет случаев творить такие чудеса, а рано, чтобы показать, что исцеляемые им были достойны исцеления. И чтобы не сказали, что если Он исцелил по одному милосердию, то надлежало бы всем исцелиться. Ведь и самоё человеколюбие соразмеряется несколько с верой исцеляемых. Но не по этим только причинам Христос требует от них веры. Так как они называли Его сыном Давида, то, возводяя их к высшему понятию и научая, как должно разуметь о Нём, Он и спрашивает, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Что же они? Мне отвечают, «Ей, Господи!» Уже называют Его не сыном Давида, но парят мыслью выше, и исповедуют Его владычество. А тогда уже и сам Он, возлагая руку, говорит, «По вере вашей, да будет вам». Делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своём исцелении, а рано и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он не сказал, да отвергнутся очи ваши, но говорит, «По вере вашей, да будет вам аминь». Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю тебе, Господи, Боже мой, я понятринал, если вершим верно общниками, будьте святын Твоих, с подобным Иси. Благодарю тебе, я по меня недостойно, как причастительство, причастительство и невестное дорожное, с подобным Иси. Владыка, человека, любящего нас, рады и умеры, и живы, и сей, и даровавы нам страшные сели и жертвы революции таинства, во благодеянии освящения души телес, наши, и даже быть, и синим небо исцелений души тела, в полигнания всякого сопротивного, в просвещении обочию сердца на него, в мир душевных моих сил, в веру непостыду, в любовь и лицемерного исполнения премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественное Твоя, благодаря Твоему, царство и присловение, да вот святыня Твоей, телесохраняя Твою благодать, поминаю их всегда, и никому себе живу, но Тебе, нашему, благородителю, и так, если Бог предъявит, это надежда жива на вечный, как в преснослужии застегну покой, и держит празднующий, гласный, приславный, бесконечная склада, святших Твоего лица, на гроб, неизлеченную, прибыль истинное желание, и неизлеченное веселье, любящих, как Христи Бога, и Тебе, боевся от Твоей вовеки, владыков Христи Божий, царю лифу, высадебель и всех, но и на любви всех, я же мейся подал Боги, его причащение, причащение, предотвращение Твоих таинств, молю, убытья благо человека, и лучшее, сохранение, подбором Твоим, и все не приду Твоей, и дару нечистую, и совестью, даже на тоцнение моего избежания, достроя, причащайтесь от святынь Твоих, по оставлению грехов, уже извечную, в первой сиххлеп, животные, источник, святыни, подать их плагин, небеслава, посылаемся, отцены святым Духом, дым неуприсные, вовеки, веков один, давы пищу мне, вплоть Твою, волю огненцы, и ополяю недостойное, не ополивши меня, садителю мой, но пачи же пройки, волны моя, вся со старого утром, сердце, ополите мне, всех моих прегрешений, душа, очистия, святепоношления, со старой утвердь близкостей, кубе отчувств, просветив, расплыв в дверицу, и помню, спрегвозди, страху твоему, кристофок, кристофлю, гей же и сохранил, от всякого дела и слова души, бедного, очистия, мы, сердце, красиво, добрым, разумим, просветиме, покажи мне Твоя селение единого духа, и не к тому селение греха, да явно Твоему, логу, в воду, причащение, я как огня, меня бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, все святые, чьи на начале же бесплодных, притечу Твоего премудряя постла, и всем же Твоей не сперва чистую матерь, их же мольбы, благоут, ровнее плени, и с тем, Мой сыном света, соделай Твоего свежителя, ты провиси освящение, единый наших, блажь и души, светлость, и Тебе, липоподобно, яко Богу, и владыцы, сладу, все высылаем, на всякий день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Крестья Божий наш, да будет мне в живот вечное и кровь Твое честное восстановление грехов, будешь ими благодаренствие, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твоих, сподобия грешного стадия, листвую славы, проявая молитву, и причистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святую повреченную Моя души, надежда по крови прибежища утешения, радование Мое, благодарю Те, как расподобие ламея синий, построенного причастника, быть и причистая, как тело и честное, крови Сына Твоего, мороженое истинное светло, просвети Моя умная очи, сердце и сердце.